Ну и еще Британия. Десятки тысяч пассажиров там, озабочены тем, как улететь. На носу Рождество, а в одном из крупнейших аэропортов Лондона, Гэтвике, творится, не пойми что, настоящий хаос. И все из-за атаки дронов. Ну, допустим, примерно таких, как вот эти. Со среды они появились над взлетным полем, примерно, появлялись примерно 50 раз. Сбить нельзя, поймать не поймали, и это уже не игрушка, а реальная угроза безопасности. Детали у Павла Матвеева. Проведя ночь на жестких лавках и на полу зала ожидания, они с беспомощным остервенением штурмуют стойку информации. В ответ тишина. А что тут ответишь? Понятно, самолет сломался. Понятно, полосу замело. Тут хоть ясно, чего ждать. И главное, сколько. А чего ждать вот от этого гостя? В первый раз дрон появился над Гэтвиком накануне. Полетал и был таков. Аэропорт закрыли, переждали, собрались открывать, а он вновь тут как тут. Опять закрыли. Прилетающие самолеты отправляли за 3-9 земель. Наш самолет вместо Лондона посадили в Париже. Я еще вчера должна была вернуться сюда. А вместо этого добиралась из Франции на автобусе, потом на пароме. Не спрашивайте больше ничего. Я очень хочу позавтракать или пообедать или поужинать. Что там сейчас? Десятки тысяч вылетавших оказались в ловушке, да еще под Рождество. Но как бы ни было их жаль, это частные проблемы. Главное, что с новой угрозой делать в целом. В аэропорт приехали представители всевозможных спецслужб. Ночь совещались и что-то делали, что не говорят. Я не могу говорить, какие меры мы предприняли и скажу лишь, что их было много. Какие-то посложнее, какие-то попроще. Но в результате появись сейчас беспилотник вновь, мы будем чувствовать себя более уверенно. Аэропорт открыли. И все-таки слова об уверенности звучат как-то неуверенно. Ведь отследить дрон мало, его надо нейтрализовать. А сбивать его не позволяет страх повредить тонкое оборудование аэропорта. Наша ассоциация очень обеспокоена. Правительство нас подвело. В прошлом году мы проводили исследования, которые доказали, что дроны весом всего в несколько килограммов при столкновении с самолетом с нужной скоростью могут с легкостью пройти через лобовое стекло. Чтобы понять, чем грозить столкновение, особой фантазии не надо. К тому же ученые нам уже все показали. Вот наглядный эксперимент, в котором дрон пробивает самолетное крыло. А в крыльях не забудем, помимо прочего, еще и топливные баки. Беспилотник, попавший в руки какого-нибудь идиота, может натворить немало бед. Что уже говорить о его попадании в руки террориста. Спецслужбы во всем мире прекрасно это понимают. Вот что говорил месяц назад глава ФСБ. Органы Федеральной службы безопасности предприняли все необходимые меры для выявления и пресечения попыток использования БПЛА террористами в ходе подготовки и проведения различных массовых политических и спортивных мероприятий. И прежде всего в ходе проводившегося в России чемпионата мира ФИФА по футболу. Считаем, что бесконтрольное распространение и использование дронов потенциально чревато их применением в целях террора. И увы, слово «потенциально» здесь уже по сути устарело. Именно с помощью дронов террористы покушались на президента Венесуэлы, а боевики в Сирии пытались обстрелять базу российских ВКС. Пока, к счастью, все это без особого успеха. Но и отследить террористов крайне сложно, ведь они могут находиться за сотни километров. Да и парализовать под Рождество работу одного из крупнейших аэропортов Англии в 21 веке, как мы поняли, можно без всяких взрывов. Еще несколько лет назад дрон был просто забавной игрушкой. Но то время, похоже, прошло. Павел Матвеев, Игорь Агафонов, Первый канал.